История прогнозирования погоды восходит ко временам Галилео Галилея, чей гениальный ум привел его учеников, евангелиста Торричелли и Винченцо Вивиани, к созданию первых ртутных барометров в середине 17 века. Это было значительным шагом вперед. Почти сто лет спустя, в 1722-м, по указу Петра I, в Санкт-Петербурге начали систематические наблюдения за погодой. Дальнейшее развитие метеорологии связано с работами Михаила Рыкачева и публикациями штормовых предупреждений в британской газете Times с 1860-х годов. Истинный прорыв произошел с появлением научного подхода благодаря Кливленду Эбби и Вильгельму Бьеркнесу. Они применили законы термодинамики и гидродинамики к атмосфере, заложив основу математического моделирования. Это открыло новое понимание не только моментальных значений атмосферного давления, но и их изменений. Однако главное ускорение развития прогнозов погоды произошло после Второй мировой войны. Использование радиозондов, компьютеров и спутников в середине 20 века резко повысило точность прогнозов. Эти технологии дали ученым возможность собирать данные о погодных условиях в реальном времени прямо из стратосферы. Теперь они как никогда близки к тому, чтобы предсказывать природные катаклизмы с высокой точностью. Но как современные технологии продолжают эволюционировать, что дает нам новые надежды и ждут ли нас еще более инновационные открытия? Давайте выясним, как суперкомпьютеры и спутники изменили наше восприятие погоды. История метеорологии берет свое начало в глубокой древности, когда различные цивилизации, включая Китай и Индию, уже начинали систематически отслеживать погодные изменения. Древнегреческий философ Аристотель, автор «Метеорологики», написанный около 350 лет до н.э., задал основу многим будущим метеорологическим исследованиям, описывая явления, такие как ветры и облака. Несмотря на отсутствие современного научного метода, его трабаля стал важной вехой в развитии науки. Период Средневековья часто ассоциируется с приметами и суевериями, когда прогнозирование погоды больше полагалось на церковные календари и народные поверья. Тем не менее, именно к концу этого времени и в эпоху Возрождения началось возрождение научного метода. В XVII веке были изобретены важные приборы, такие как барометр «Эванжелисты Тори Челли» и термометр «Галилео Галилея», что стало настоящим прорывом. XIX век ознаменовался развитием международных сетей наблюдения и формированием первых погодных карт. Процесс систематического инструментального наблюдения за погодой стал чакрой, без которой сегодняшнее прогнозирование невозможно представить. XX век внес новые элементы в эту стремительную эволюцию. Воздушные шары и метеозонды позволили ученым собирать точные данные с высоты, чего не было ранее. В середине века, когда начали применяться спутники, мы смогли наблюдать Землю по-новому. Но это было только начало, ведь вскоре главную роль начали играть суперкомпьютеры. Их способность анализировать гигантские объемы данных в сочетании с математическим моделированием открыла новые горизонты в точности современных прогнозов. Как технологии продолжают развиваться, остается множество вопросов о будущем метеорологии. Возможно, численные модели и искусственный интеллект окажутся следующими вехами на этом пути. Какие же сюрпризы ждут нас впереди? И как суперкомпьютеры могут изменить наше понимание катаклизмов? В эпоху цифровой революции прогнозирование погоды приобретает поистине футуристический облик. Суперкомпьютеры по-прежнему играют важную роль, но вектор развития сдвигается в сторону моделей с искусственным интеллектом. 80% прогнозов сегодня зависят от этих ИИ-систем, которые не просто обрабатывают данные, а обучаются, существенно повышая точность и скорость предсказаний. На передовой стоит Aurora и GenCast, способности которых поражают. Они способны предсказывать разные климатические явления с невероятной точностью, выделяя даже самые мелкие изменения. Интеграция спутниковых снимков и данных от радиозондов с ИИ дает нам почти живую картину. Мы видим каждый шторм, каждое движение атмосферных масс буквально в реальном времени. Важно отметить, как это изменяет подход. Более не нужны громоздкие и дорогостоящие суперкомпьютеры. И делает прогнозы более доступными даже для регионов с ограниченными ресурсами. Это значит, что теперь и в удаленных уголках планеты можно предугадывать катаклизмы с такой же эффективностью. Однако, несмотря на инновации, без человеческих метеорологов не обойтись. Только они могут интерпретировать данные и принимать ключевые решения. Прогнозирование становится не просто вычислением. Это сотрудничество между машиной и человеком, которое спасает жизни. Но находимся ли мы на пороге новой метеорологической революции? И как эти технологии могут еще измениться и повлиять на наше восприятие погодных явлений? Суперкомпьютеры, гиганты вычислительной мощи, исполняют триллионы операций в мгновение ока, что позволяет им моделировать сложные атмосферные процессы с невероятной точностью. Используя данные от тысяч источников, наземных метеостанций, радиозондов, радаров, океанских буев и национальных метеорологических служб, Эти машины координируют глобальные усилия по предсказанию погодных явлений. Контраст между операциями суперкомпьютеров для краткосрочных прогнозов и моделями долгосрочного климата очевиден. Каждое направление требует уникальных подходов и систем. Сложные трехмерные термогидродинамические симуляции представляют собой компромисс между разрешением и охватом моделью. В них учеными учитываются миллионы факторов, хотя полная детализация невозможна. С ростом мощности активно внедряются искусственный интеллект и нейросети. Технологии, такие как и игра в каст, уже сейчас показывают невероятную эффективность, превосходя результаты традиционных моделей суперкомпьютеров в 90% случаев. Активно комбинируя классические подходы с инновационными, ученые превращают прогнозирование в динамичную и высокотехнологичную область исследований. Что же еще ждет нас за горизонтом, когда технологии продолжат развиваться, открывая новые возможности для нашего понимания природы? С тех пор, как метеоспутник Тирос-1 был запущен в 1960-м, спутниковая метеорология прошла долгий путь, превратив революционные идеи в реальность. Сегодня геостационарные спутники, находящиеся на высоте около 22 тысяч миль над Землей, обеспечивают непрерывное круглосуточное наблюдение, охватывая всю планету. Системы вроде американского ГОЭС и европейского Метеосат — лишь вершина этого технологического айсберга. Они наблюдают за атмосферой, помогая строить сложные модели прогнозирования. Эти наблюдения включают и мониторинг таких аномалий, как Эль-Ниньо, что позволяет ученым заглядывать за горизонт времени и предупреждать о природных катаклизмах. Однако не все возможные параметры можно измерять с помощью стандартных спутников. Например, скорость ветра фиксируется благодаря специализированным инструментам, такие как доплеровские лидары. Важно, что российские спутники «Электро-Л» также обеспечивают значительное дополнение к этой глобальной сети, предоставляя данные с высокой периодичностью. Спутники играют важную роль в сложной системе, поддерживаемой наземными станциями и продвинутыми моделями обработки данных. Этот симбиоз позволяет метеорологам безупречно скоординировать свои действия, объединяя все эти разрозненные данные в точные прогнозы, которые спасают жизни и защищают наш мир. Каким же будет следующий этап эволюции этих технологий? Впереди нас ждут открытия, которые, возможно, перевернут наши представления о погоде и катаклизмах. Атмосферные датчики — это невидимые стражи нашего мира, предоставляющие ученым критически важные данные для понимания и прогнозирования погоды. Они измеряют температуру, влажность, давление, скорость и направление ветра, а также количество осадков и солнечное излучение. Примечательно, что эти датчики работают как на Земле, так и в небе, создавая целую сеть взаимосвязанных данных. Один из самых впечатляющих инструментов — радиозонды. Эти устройства отправляют на воздушных шарах в стратосферу, поднимая их на высоту до 45 километров. Они фиксируют метеорологические параметры на разных высотах и передают информацию по радиоканалу, обеспечивая ценными данными ученых по всему миру. Метеорологические радиолокаторы — МРЛ — в свою очередь позволяют круглосуточно следить за облачностью и осадками, а также мониторить опасные погодные явления. Эти радиолокаторы создают 30-секундные снимки атмосферы, тем самым обеспечивая точные и сверхкраткосрочные прогнозы для защиты населения. Все эти данные, собранные с различных платформ, стекаются в вычислительные центры, где суперкомпьютеры анализируют и моделируют погодные процессы, помогая предсказывать штормы или торнадо. Комплексный подход, включающий аппаратные средства, спутниковые наблюдения и численные модели, в дополнении к международным научным партнерствам, делает возможным высокоточное прогнозирование и предупреждение опасных погодных событий. Так как же далеко пойдут эти технологии и насколько точными станут наши предсказания в будущем? Впереди нас ждут инновационные разработки, которые могут раз и навсегда изменить наше восприятие климата и его капризов. Модели общей циркуляции атмосферы и океана – это ключевые инструменты в прогнозировании будущего нашего климата. Эти сложные математические симуляции объединяют атмосферные, океанические и термодинамические процессы, включая взаимодействие с морским льдом и поверхности суши. С их помощью ученые могут представить, как температура будет влиять на климатическую систему. Эти модели, часто называемые виртуальными машинами времени, строятся на уравнениях навес токса, которые описывают движения жидкостей и газов. Они дополняются разнообразными физиохимическими процессами, такими как обмен энергией, влагой и веществами между различными компонентами климатической системы. Это позволяет исследовать, как небольшие изменения могут привести к значительным эффектам на глобальном уровне. Ретроспективное тестирование – важный аспект работы с моделями, когда ученые сравнивают результаты моделей с историческими данными. Это позволяет проверить точность моделей и их способность воспроизводить реальные климатические показатели. Отметим, что подобные проверки проводятся в рамках международных проектов, таких как СМИПИ. Также важно понимать, что предсказание изменений в частоте и интенсивности катаклизмов, таких как ураганы и засухи, все еще сопряжено с высокой неопределенностью. Однако благодаря модели мы можем приблизиться к пониманию глобальных трендов и потенциальных последствий климатических изменений. Остается вопрос, насколько точными будут наши прогнозы в будущем и какие прорывы смогут произойти в области моделирования климата. На горизонте уже видны новые техники и инновации, которые позволят заглянуть еще глубже в тайны глобальных изменений и их потенциальные воздействия. С каждым годом технологии прогнозирования становятся все более точными и разнообразными. Спутники, как невидимые глаза в небе, передают не только визуальные изображения облаков, но и инфракрасные, микроволновые и радиолокационные данные. Это позволяет ученым рассматривать атмосферу во все ее сложности, включая малейшие изменения температуры океанической поверхности, которые часто предшествуют образованию тропических циклонов. Метеорадары, расположенные на суше, непрерывно отслеживают движение воздушных масс и осадков, предоставляя детализированные картины надвигающихся бурь. Современные алгоритмы анализируют полученные данные, используя численные модели, которые учитывают огромное количество параметров от ветровых потоков на разных высотах до показателей влажности и океанических измерений. Океанские буи также играют важную роль в этой сложной сети. Они фиксируют изменения уровня моря, давления, температуры воды и ветров, предоставляя точные данные о том, как штормы могут развиваться и каким образом усилиться. Эти сведения позволяют предсказывать катаклизмы с высокой точностью и заблаговременно. Системы раннего оповещения, поддерживаемые международным сотрудничеством, стали мощным инструментом для своевременного предупреждения населения о приближающихся ураганах. Благодаря обмену данными между странами, информация передается молниеносно, а доступ к ней можно получить через мобильные уведомления и средства массовой информации. Важна не только точность предсказания, но и способность системы предотвратить панику, предоставив людям время для подготовки и эвакуации. Эта комплексная защита позволяет не только сохранить жизни, но и минимизировать экономические потери от природных бедствий. Но как современные технологии могут помочь предсказать и управлять еще более разрушительными явлениями, такими как наводнения? Вскоре мы это узнаем. Современные технологии мониторинга и прогнозирования наводнений полагаются на интеграцию различных инструментов и данных. Представьте себе сети датчиков уровня воды, работающие в связке с системами интернета вещей. Они не только фиксируют изменения уровня рек и водоемов, но и мгновенно передают данные в специализированные центры обработки. Это не просто отдельные датчики, а целая сеть, которая позволяет своевременно реагировать на потенциальные угрозы. Беспилотные летательные аппараты, хотя и играют вспомогательную роль, становятся незаменимы для детального осмотра ландшафта и оценки ущерба. Объединяясь с высокоточным спутниковым мониторингом, они предоставляют драгоценные данные для спасательных операций. В основе современных симуляций лежат GIS-платформы, которые строят модели, учитывающие все факторы – от карты рельефа до влажности почвы. Используя машинное обучение, точность прогнозов повышается, позволяя детально воссоздать картину возможных сценариев. Многоканальные системы оповещения стали мощными инструментами, мгновенно предупреждая людей о надвигающемся бедствии. Используются геолокационные SMS и мобильные приложения, которые исчерпывающе сообщают о предстоящих событиях. Изучение роли искусственного интеллекта открывает новые горизонты. Модель от Google уже позволяет с невероятной точностью предугадывать наводнения за неделю до их наступления. Она внедрена в более чем 80 странах, спасая жизни миллионов. Пока технологии продолжают развиваться, на горизонте виднеются еще более амбициозные проекты, включая улучшенные системы спутников и сенсоров, которые обещают поднять точность и охват мониторинга на новый уровень. Но как глубоко смогут проникнуть инновации в нашу ежедневную жизнь и каким станет будущее защиты от катаклизмов? Замечательные открытия ждут нас впереди. Представьте себе, даже самые современные модели прогнозирования не могут гарантировать стопроцентную точность, ведь атмосфера полна хаоса и непредсказуемых изменений. Это суть нашей работы – управлять постоянной неопределенностью и быть честными с общественностью. Прогнозы строятся на сложных математических моделях, но их несовершенство требует от экспертов четкой интерпретации данных и открытого звучания неопределенностей, чтобы избежать паники и недостаточных мер. Эти вопросы пересекаются с проблемой неравенства в доступе к технологиям. Недостаток ресурсов и инфраструктуры в менее развитых регионах делает борьбу с природными катаклизмами еще более сложной. Это глобальная этическая проблема. Как гарантировать равный доступ к спасительным технологиям и информации? Не можем не упомянуть, что частные компании усердно используют прогнозические данные в своих интересах. В этом кроется потенциальная угроза, превращающаяся в конфликт сообщественных и коммерческих интересов. Эти компании требуют законодательного регулирования, чтобы предотвратить злоупотребление, которые могут нанести вред целым сообществам. Важную роль в прогнозировании играет человеческая квалификация. Опытные метеорологи способны распознавать тонкости и детали, которые не всегда подвластны алгоритмам, особенно при синоптическом методе, где субъективность неизбежна. В совокупности с проверенными алгоритмами и моделями их работа становится еще ценнее. Такие алгоритмы должны быть свободны от предвзятостей, способствуя честному и прозрачному прогнозированию. Как изменится этическая сторона прогнозов в будущем? Вопросы этики и морали в прогнозировании остаются открытыми, влекут за собой новые вызовы и требуют постоянного внимания и развития. Представьте себе, благодаря своевременным метеопрогнозам удалось сохранить жизни многих людей и сэкономить миллиарды долларов. Ураган Сэнди в 2012-м стал отличным примером эффективного предупреждения. Миллионы человек были успешно эвакуированы с побережья США, что значительно снизило количество жертв. Хотя ураган вызвал серьезные разрушения, власти, полагаясь на точные прогнозы, смогли принять меры, сократив ущерб. В Австралии, в частности в штате Новый Южный Уэльс, системы раннего предупреждения играют важную роль в борьбе с лесными пожарами. Они предсказывают направление и скорость огня, что позволяет своевременно эвакуировать людей и координировать действия пожарных. Однако успехи зависят от множества факторов – состояния инфраструктуры и погодных условий. Современные технологии и международное сотрудничество в прогнозировании катастроф продолжают совершать прорывы. Улучшение систем раннего предупреждения спасает жизни и минимизирует ущерб. Впереди нас ждут новые примеры, где точные предсказания продолжат изменять ситуацию в лучшую сторону. Какие же открытия принесет будущее в прогнозировании природных катастроф? Будущее прогнозирование погоды обещает кардинальные изменения благодаря впечатляющим успехам в области искусственного интеллекта. Например, модель Аврора демонстрирует удивительную точность в предсказании тропических циклонов и погодных изменений в городах. Эти системы на основе искусственного интеллекта способны быстро обрабатывать и анализировать огромные массивы данных, что значительно ускоряет и удешевляет процесс прогноза. Тем не менее, когда дело доходит до редких катастрофических событий, физические модели остаются незаменимыми. Искусственный интеллект хорошо справляется с краткосрочными и среднесрочными прогнозами, но пока не может полностью заменить сложные физические модели, особенно для экстремальных явлений. В будущем нас может ждать еще более тесное взаимодействие этих подходов, чтобы достичь новых горизонтов в точности и надежности предсказаний. Квантовые вычисления остаются на горизонте наших ожиданий. Это перспективное направление, но технологии находятся на стадии ранних исследований и пока не готовы предложить практические результаты. Хотя прогнозы с их использованием все еще находятся в будущем, их потенциал для моделирования сложных атмосферных процессов вызывает волнение и ожидание. Расширение сети наблюдений – еще один критически важный аспект. Благодаря дешевым сенсорам и смартфонам, особенно в развивающихся регионах, усиливается способность фиксировать и анализировать погодные условия в реальном времени. Интернет вещей и массовый мониторинг окружающей среды обещают улучшение качества прогнозов, открывая новые возможности для данных регионам в условиях ограниченных ресурсов. Ключевую роль в этой области играет междисциплинарное сотрудничество. Объединяя усилия специалистов из разных сфер – от метеорологии и инженерии до социальных наук и экономики, появляется шанс создать более совершенные системы прогнозирования. Это сотрудничество позволяет лучше защищать людей и экономику от природных катаклизмов, повышая нашу устойчивость перед изменениями климата и непредсказуемыми погодными явлениями. В итоге будущее метеорологии выглядит обещающим и полным надежд на дальнейшие прорывы. Продолжение следует...